Здравствуйте! Здравствуйте подписчики и просто зрители моего канала. С вами Кирилл Ржевский и наконец-то я вернулся в своем 14-м видео уроке о том, как бесплатно перейти на Windows 10. Ну что же, раньше я пользовался Windows 7, но однажды мой друг посоветовал мне перейти на Windows 10. Я сначала упорно отказывался, но потом все же согласился и решил перейти. И отбросил все свои сомнения и не пожалел. Действительно, мне понравилась Windows 10, мне понравился ее функционал, как она работает. У нее намного больше функций, больше возможностей. Там также есть собственный магазин Microsoft, которого не было, Windows 7. И я решил на ней остаться. Где-то больше полугода назад я перешел на Windows 10 и все до сих пор ей пользуюсь. Как же я на нее перешел? Я открыл сайт Microsoft и там есть такая возможность, функция для людей с ограниченными возможностями. Это официальная функция Microsoft для людей-инвалидов, которым тяжело в жизни, которые не могут там работать. И для них бесплатный переход на Windows 10. Хочу вам напомнить, что платный переход стоит 14 тысяч. Это Windows 10 Pro, официальная лицензионная версия. Я вам сейчас покажу, как перейти на нее бесплатно. Хочу напомнить, что Microsoft недавно, где-то может быть 3 или 4 месяца назад, закрыли этот бесплатный доступ официальный для людей с ограниченными возможностями. Но у меня остался установщик. Вот он, как вы видите на экране, который я скачивал еще в ноябре 2017 года. А видео уже это выходит в июне 2018, то есть больше полгода спустя. Ну что же, давайте, собственно, приступим. Этот установщик вы сможете скачать у меня на Яндекс.Диске, который вы видите на экране. И напоминаю, что на сайте вы уже не скачаете это. Только если платно. У меня же он остался. Ну и повезло тем, у кого он еще остался. Ну, в случае чего вы по-любому у меня его скачайте. Ну что же, как только вы скачали Windows 10, вы на нее нажимаете. Я покажу вам весь переход, все обновление с Windows 7 на Windows 10 в виде картинок, как это было в четвертом моем видеоуроке. Так как если я нажму на установщик, то у меня выйдет вот такое вот сообщение, что благодарим вас за обновление до последней версии Windows 10. То есть у меня ее установить не получится, поскольку она у меня уже установлена. Это логично. И сейчас я покажу вам, собственно, как на нее перейти. Несмотря на то, что функция для людей с ограниченными возможностями закрыта, вы все равно через этот установщик, который уже давно скачан, можете установить бесплатно Windows 10. Ну что же, открывайте его. Когда вы откройте этот установщик, у вас появится еще одна такая иконка на рабочем столе. Вы не обращайте на это внимания. Ну что же, а вы открыли, и у вас появилось вот такое вот первое окно. Тут вы должны согласиться с условиями лицензионного соглашения. И нажать кнопочку «Принять». Переходим далее. Так, надо как-то развернуть. Да, вот так развернем. Далее. В этой вкладке проверяем совместимость своего компьютера и Windows 10. Если напротив трех пунктов стоят галочки, значит характеристики вашего компьютера соответствуют требованиям Windows 10. Вот, то есть как вот здесь. И вы нажимаете «Далее». Теперь идет установка Windows 10. Она может занять от 15 до 40 минут. Дожидаемся ее. Собственно, ждите. И перед тем, как продвинуться дальше, я вам скажу то, что после обновления на Windows 10 у вас ничего не удалится. Никакие важные данные, никакие ни программы, ни игры, ни картинки, ни видео, ни музыка у вас не удалятся. И хочу сказать, что перед установкой, переходом на Windows 10 у вас должно быть на диске, на который вы будете ее устанавливать, хотя бы как минимум 10-15 гигабайт свободного места. Теперь переходим дальше. Теперь перезагружаем компьютер. И после перезагрузки начнется полное обновление. Да, тут можно либо подождать 29 минут, 56 секунд, либо можно сразу ее перезапустить. Разумеется, мы нажимаем вкладочку перезагрузить сейчас. Далее. Теперь начинается уже у нас обновление. Теперь дожидаемся, пока обновится Windows. Опять же, это может занять от 30 минут до часа. Хочу сказать, что у вас это окошечко может быть не черным цветом, а синим, как это было у меня. Ну что же, переходим далее. У вас установилось Windows 10, обновилось. Windows 10 установлено, теперь осталось ее настроить. Для начала выбираем имя пользователя. Если предложенное имя совпадает с вашим, то переходим дальше. А если нет, то меняем. Меняем мы вот в этой вот вкладке. В вкладке я не админ. Ну или какое там у вас имя, там Петя, Вася, Коля и так далее. Извиняюсь за циканье. Переходим дальше. Повышение скорости работы. В этой вкладке нажимаем использовать стандартные параметры. Windows 10 сама лучше знает, как контактовать с вашим компьютером, поэтому выбираем использовать стандартные параметры. Далее. Здесь выбираем приложение для открытия различных типов файлов. Музыку, фото, видео, картинки. Если эти приложения вас не устраивают, то вы всегда можете использовать приложение Windows 7. Как это делаю я. Вот у меня Windows 10, а я использую для открытия картинок стандартное приложение для Windows 7. Потому что как-то мне не очень нравится это обновленное приложение. Я уже по старинке привык открывать через стандартное приложение Windows 7. Так, переходим дальше. Вот, как у меня, у вас появится вот такое вот окошечко. Благодарим вас за обновление до последней версии. В этой вкладке нажимаем выйти. И на этом обновление до Windows 10 завершено. Как я уже сказал ранее, после этого обновления у вас ничего не удалится. Займет это обновление где-то 10-15 гигабайт на жестком диске. На том, на который вы это обновление устанавливали. Ну, собственно, и все. Вот он, вы обновили. У вас появятся новые функции, новые приложения. Вы по своему желанию, конечно же, можете эти приложения удалить. Не все, конечно, но многие приложения. Пользуйтесь на здоровье. Друзья, хочу сказать вам, что так как этот установщик был мною загружен еще в ноябре, то вы должны загрузить текущие обновления Windows 10. Нажимаем на вот эту вот вкладку. Убираем все параметры. Нажимаем обновление и безопасность. А, вот он у меня. И здесь вот вы загружаете новые обновления, которые уже вышли непосредственно недавно. Здесь вы уже можете зайти на официальный сайт Microsoft и уже бесплатно их скачать. Или просто тут нажать обновиться, и тут у вас они обновятся. Вот центр обновления Windows. У вас тут придут новые обновления, собственно, и вы все их загрузите. Ну что же, на этом все. Единственное, что я забыл сказать, то что Windows 10 вы сможете перейти с Windows 7, только если у вас Windows 7 будет лицензионная, то есть активированная. То есть, тут у вас, когда вы зайдете, должно быть написано то, что у вас она активирована. Ну, кто-то там писал то, что я читал в интернете отзывы, то что кто-то перешел на Windows 10 и даже с неактивированной Windows 7. Ну, попытайтесь. Попытка не пытка. Хочу сказать то, что после перехода на Windows 10 появятся некоторые неудобства, но о них я уже отдельно запишу видео уроки. Ну что же, надеюсь, вам понравилось данное видео. Кто успешно перешел на Windows 10, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, у кого получилось, у кого не получилось, но вроде бы должно у всех все получиться. Ну, в случае чего, пишите комментарии. Только, пожалуйста, пишите лестный комментарий, не пишите мне под видео, удалится ли все у меня с компьютера или нет, когда я уже в начале видео вам сказал то, что ничего у вас не удалится. И что-то вот в этом роде. Ну что же, все, с вами был Кирилл Ржевский, и увидимся в моем следующем видео уроке. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok